Мы продолжаем знакомить вас с интересными людьми, модераторами сессии нашей бизнес-программы. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Андрей Кришнев, я генеральный директор компании Mixit. Сегодня вел сессию по фэшн. Давайте расскажите, пожалуйста, насколько фэшн-индустрия и спикеров от фэшн-индустрии смотрят в одну сторону. Были ли драки у вас сегодня? У нас были представители разных частей фэшн-индустрии. Были и бренды, и ритейлеры, и маркетплейсы, и представители подрядчика, кто помогает организовать логистику. Что хочется отметить? Во-первых, несмотря на сложности с логистикой и с цепочками поставок, все с ними как-то справляются. Товар привозят, пусть с задержками, но он есть. Плюс находят пути, как решать те проблемы, которые новые возникают. Цены, что важно, я думаю, для всех потребителей, даже чуть снизились в последнее время после снижения курса. Также все отмечают быстрый продолжающийся рост онлайн продаж, как своего e-com, так и особенно маркетплейсов. И в принципе маркетплейсы становятся еще более интересными, чем это было в прошлом году, поскольку в торговых центрах много магазинов закрыто. Они становятся менее интересными, чем раньше, поэтому маркетплейсы предлагают еще более интересный выбор для покупателей. И работа с ними экономически становится еще более интересной для брендов и поставщиков. Расскажите, пожалуйста, как специалист. Мы понимаем, что продуктовый ритейл, он, понятно, всегда будет, всегда был и так далее, потому что люди не перестают есть. Вот в наше сейчас такое время, насколько люди заботятся о том, как они выглядят? Я согласен, да, есть надо всегда что-то купить для себя, но также надо всегда что-то на себя и одеть. Поэтому, наверное, вот из такой непродуктовой индустрии, все, что связано с одеждой и обувью, также имеет всегда спрос и потенциал. И опять же, ряд иностранных брендов или временно прекратили, или совсем сюда поставки. Но что отрадно видеть, что местные компании, вот сегодня у нас были Иконика, у нас был Финфлэйр, у нас был Гулливер компания, плюс иностранный бренд Эко. Они продолжают поставки, они продолжают работать над более интересными коллекциями и хотят их делать все более интересными для потребителей, чтобы закрыть те ниши, которые, может быть, временно пустуют. Поэтому нам точно будет что носить и в плане одежды, и обуви. Замечательно, спасибо большое за такое оптимистичное мнение и надеюсь, что и выставка будет и вам полезна, и, главное, полезна всем игрокам рынка. Спасибо большое. Спасибо.